Добрый день! 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 И надо сказать, что вопросы, связанные с развитием экономического сотрудничества, они основаны на очень качественном взаимоотношении стран-партнеров, на принципах соблюдения суверенитета, взаимного уважения, стремления к пониманию тех ключевых проблем современности и поиска консенсуса. Потому что консенсус – это та необходимая цель, к которой мы стремимся в решении любых вопросов, в том числе связанных с финансированием различных проектов и программ развития. Мир очень сложен, и рынок мировой финансовый очень волатилен. И в этой связи очень важную роль играет государство. И необходимо стимулировать развитие государственно-частного партнерства. Вот здесь упоминался термин также «частно-государственное партнерство». В принципе, механизмы те же самые, но при частно-государственном партнерстве инициатором любых действий является частный институт. И государству необходимо рассмотреть возможность государству создавать те условия, которые требует частная структура для того, чтобы комфортно работать в окружающей среде и реализовывать свою деятельность не только на национальном, но и на международном уровне. Огромную роль играют регуляторы, банковская система, центральные банки стран. Ведь банк в рамках государственно-частного партнерства исполняет различные функции. Он может выдавать гарантии, выполнять расчеты, обеспечивать торговые финансирования. Очень много различных форм, связанных с использованием инструментов и дугового финансирования. Хотелось бы особо остановиться на функциях, связанных с обеспечением расчетов как в национальных валютах стран-членов, так и возможной перспективе создания единой денежной единицы стран-членов. До недавнего времени SWIFT единственная система, которая обеспечивала обмен финансовой информацией, это была система SWIFT. Достаточно закрытая. И надо сказать, что многие страны, участники SWIFT не получали информации относительно движения денежных потоков на глобальном уровне. БРИКС стремится к тому, чтобы в основу отношений платежных были положены основные принципы, связанные с разработкой правил функционирования, как уполномоченных институтов, которые представляют эти услуги, так и участников систем. На базе использования правил согласованных, гармонизированных. Надо отметить, что вопрос гармонизации финансовых отношений, валютных отношений – это одна из ключевых тем, которые требуют отдельного обсуждения в рамках текущей деятельности стран-членов. Важно отметить также то, что в планах формирования единой платежной системы ключевой задачей денежных индивидц является осуществление ими функций денег, как средства накопления, средства платежа, в том числе возможности использования эквивалентов, как в рамках обеспечения расчетов в национальной валюте, так и, возможно, единой денежной единицы БРИКС. И функции эти ни в коем случае не включают политизацию отношений в рамках использования валют национальных. И вот та дополнительная функция, которая была введена в плане дискриминации и возможности использования национальных валют ряда стран, в том числе Российской Федерации, она негативно сказывается, в том числе на всей системе валютных отношений, потому что уход от ключевых функций денег чреват негативными последствиями для той системы, которая пытается это сделать. Отмечу, что в настоящее время в наших странах-партнерах существуют отдельные региональные системы расчетов. В частности, страны Меркосур используют такую систему с 2008 года. ЮАР. Была создана система расчетов для стран Юга в 2023 году. В 2020 году появилась такая система расчетов арабских стран. Индия. Азиатский клиринг. Работает с 1974 года. Несколько систем, которые в том числе представляют услуги Российской Федерации, работают в Китае. Union Pay, China International Payment System. С участием ряда стран. Реализуется, кстати, проект государственно-частного характера BricsPay, идея которого была разработана в 2018 году. И наши страны используют эти возможности. И крупнейшие российские банки реализуют свою деятельность на базе этой системы, в том числе в рамках обеспечения интересов субъектов хозяйствования по различным направлениям программ развития. Хотелось бы отметить необходимость некоторых совместных действий в рамках совершенствования не только экономического сотрудничества наших стран, но и формирования соответствующей инфраструктуры, которая обеспечивает это экономическое сотрудничество. Потому что нам необходим комплексный подход. И возможности у стран есть. Объединить все платформы, о которых я упоминала, этих платежных систем, это тоже большой труд. И вопросы связаны как с реализацией деятельности экономических субъектов при поддержке банков, то есть в результате косвенного финансирования, так и прямого финансирования через функционирование бирж. Если мы реализуем комплексный подход, то любая инициатива должна проходить через соответствующие регламентации, согласованные странами, как для работы через посредников, так и непосредственно с рынка в рамках получения дополнительного финансирования. А это вопросы клиринга, депозитария, страхования. Кстати, надо отметить, что в период председательства Российской Федерации фактически мы вступили в новый этап развития БРИКС, потому что Российская Федерация подготовила очень интересные, полезные, ценные предложения для стран в рамках совершенствования мировой валютно-финансовой системы. Этот вопрос давно назрел, и это тема, которую предстоит обсудить странным участницам и странным партнерам в рамках саммита. Необходимо также пройти путь, связанный с обеспечением технологической платформы, совместимости работы систем программного обеспечения. В настоящее время представляется, что нет единого реестра таких программных обеспечений работы на финансовом рынке, что необходимо для того, чтобы снизить транзакционные издержки и более активно и с меньшим риском осуществлять операции. Хотя риск, конечно, всегда имеет место, на то есть соответствующие методы, способы управления в рамках взаимодействия государства и частных институтов, в плане реализации каких-то крупных стратегических проектов. Тем не менее, любой проект требует индивидуального подхода и разработки отдельных форм и способов управления рисками, в том числе технологического характера. Нам представляется, что было бы весьма полезным в рамках подготовки новых предложений к стратегии экономического сотрудничества БРИКС, потому что она была принята до 2025 года. И вот за эти пять лет очень многое сделано странами. Индия очень активно принимала и продолжает принимать участие в этой работе. Китай с проектом «Партнир» находит очень интересные предложения субъектов хозяйствования и поддерживает их дальнейшее развитие. Но представляется, было бы целесообразным в рамках разработки новых предложений и уделить больше внимания необходимости разработке и поддержке механизмов государственно-частного и частного государственного партнерства. Конечно, в каждой стране есть институты, которые ведут эту работу. В частности, в 2016 году был создан специальный государственный фонд в Китае, фонд поддержки проектов ГЧП, который установил прочные отношения с нашим центром ГЧП в Российской Федерации. Но задача консолидации интересов и укрепления взаимодействия таких центров в рамках сотрудничества БРИКС и с нашими странами-партнерами – это очень важная задача, потому что мы идем в пути создания благоприятных условий, реализации стратегических интересов стран. Они совпадают, эти интересы, связанные с устойчивым экономическим развитием, с обеспечением менее рискового функционирования финансовой системы, поддержки субъектов хозяйствования. И представляется важным создать такой специализированный центр БРИКС, который бы занимался развитием ГЧП, трансфером технологий, и в том числе развитием инфраструктуры, обеспечивающей успешное функционирование как субъектов хозяйствования, так и взаимодействия их с различными государственными институтами. Спасибо большое. Большое спасибо, Ирина Зотовна. У нас присутствует здесь на площадке еще один автор доклада. Я передаю слово Андрею Владимировичу. Каким выводом пришли вы? Пожалуйста, ваши рекомендации. На самом деле довольно сложно что-то добавить к столь обстоятельной речи Ирины Зотовны. Действительно, проблема развития государственного частного партнерства для всех стран БРИКС очень актуальна. И здесь хочется отметить ее важность не только для пятерки основателей БРИКС, которые, собственно, и рассмотрены в представляемом докладе, но и для пятерки стран, которые с 1 января 2024 года стали полноправными участниками объединения. Это Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Абсолютно верно было сказано, что основа взаимодействия БРИКС по всему спектру приоритетов это общность интересов, стремление к решению возникающих проблем на основе консенсуса и отказ от навязывания каких бы то ни было условий, отказ от использования экономических отношений, экономических инструментов в качестве средства принуждения, то, что, в частности, применительно к доллару США называется вопонизацией, то есть превращение зависимости от доллара США в оружие. И здесь важно, что вот эта новая пятерка, присоединившаяся в 2024 году, в значительной степени разделяет те интересы, которые уже давно, с самого начала функционирования объединения, закрепились в рамках БРИКС, которые неоднократно отражались в документах, в том числе в декларациях на высшем уровне, в декларациях лидеров. Соответственно, важной задачей, в том числе в рамках текущего российского председательства, является планомерное вовлечение новой пятерки в сотрудничество в рамках БРИКС, в том числе по вот этой новой теме развития ГЧП. Тут стоит отметить, что если сама по себе дедоларизация как приоритет сотрудничества фигурирует в документах БРИКС достаточно давно, ну как минимум 14-15 лет, начиная примерно с 2010-2011 годов, то вопросы сотрудничества государства и частного сектора применительно к этой проблеме, если обсуждаются, то отражения в документах пока находят минимальное. Соответственно, здесь хочется поддержать Ирину Зотовну в том, что для БРИКС было бы желательно усилить это сотрудничество, активизировать его и, возможно, придать ему более формализованный институциональный характер. Здесь упомяну, что если говорить о сотрудничестве в рамках БРИКС в целом и, в частности, по взаимодействию в финансовой сфере, то наиболее успешными инициативами является создание собственных институтов БРИКС до функционирования нового банка развития полуусловных валютных резервов. Наблюдаются определенные вызовы, определенные трудности, но, тем не менее, это действительно такой значимый, осязаемый вклад государств БРИКС в построение основ для новой глобальной финансовой системы, которая была бы избавлена от недостатков, присущих традиционной системе. Соответственно, здесь двойная задача. С одной стороны, как я уже сказал, вовлечение более активного старых членов БРИКС и особенно новых стран, вновь присоединившихся к этой работе. И второй аспект – это придание импульса этому сотрудничеству, в том числе за счет предложенного создания некой институциональной структуры, как она будет называться, это уже другой вопрос, центра по ГЧП, возможно, который был бы полезен и полезен именно для превращения декларативных заявлений, которые рано или поздно обязательно появятся в документах БРИКС по соответствующей теме, в практические шаги по развитию сотрудничества. Здесь также стоит отметить, что сами страны, новые пятерки уже на уровне внутренних каких-то обсуждений, высказываний чиновников национальных поддерживают эти инициативы, как я в начале своего выступления отметил, проблема для них всех актуальна. В частности, Египет и Эфиопия испытывают значительные потребности в финансировании инфраструктуры, и, как мы в докладе своем неоднократно подчеркиваем, сама значимость проектов частного государственного партнерства обусловлена именно тем, что за счет средств государственных бюджетов зачастую сложно или даже невозможно профинансировать те или иные крайне необходимые проекты. И в этой связи два новых африканских участника объединения неоднократно высказывались в поддержку активизации сотрудничества, в том числе и в рамках БРИКС, по финансированию проектов в сфере инфраструктуры. Это касается и сотрудничества в рамках нового банка развития. Египет еще до вступления в БРИКС стал членом этого банка. Эфиопия также высказывала заинтересованность во вхождении в число акционеров нового банка развития. Что касается других трех стран, то здесь также очевидна их заинтересованность в интеграции в финансовое сотрудничество БРИКС и более конкретно в проекты в сфере развития, в проекты в сфере создания инфраструктуры, в том числе на основе ГЧП. В том, что касается Ирана, здесь интерес очень схож с российскими. Страна многие десятилетия находится под санкциями, фактически не имеет доступа к традиционной контролируемой Западом международной финансовой системе. То есть, если посмотреть, например, на финансирование со стороны Всемирного банка, то за последние годы единственный проект группы Всемирного банка в Иране был связан с неотложной помощью на фоне пандемии коронавируса. И понятно, что перед любой страной Иран здесь не исключение стоят задачи собственного развития, в том числе инфраструктурного развития. И здесь представители Ирана также неоднократно говорили о том, что БРИКС — это очень хорошая возможность для того, чтобы облегчить решение соответствующих вопросов в условиях внешних ограничений, с которыми эта страна сталкивается. Что касается Объединенных Арабских Эмиратов, это страна, которая претендует на то, чтобы стать региональным лидером, чтобы стать, и уже серьезных успехов она на этом пути добилась, финансовым центром для всего региона Ближнего Востока и Северной Африки. И, соответственно, также официальные представители Арабских Эмиратов неоднократно говорили о том, что участие в БРИКС и в том числе в финансовых механизмах сотрудничества в рамках объединения будет важным шагом на пути диверсификации экономических связей страны в целом. Понятно, что существует определенная ориентация и, соответственно, определенная зависимость от западной финансовой системы, в которой доминирует доллар США. Тем не менее, БРИКС ни в коем случае Арабскими Эмиратами не списывается со счетов и является, если не заменой, то, по крайней мере, значимым дополнением к той структуре экономического сотрудничества в международном масштабе, который сейчас есть. Ну и, наконец, что касается Саудовской Аравии, то после присоединения, появления новостей о том, что страна присоединяется к БРИКС, звучало много недоуменных высказываний по поводу того, зачем, в принципе, Саудовская Аравия, находящаяся в отношениях стратегического партнерства с США, нужно это объединение. Но здесь также стоит отметить, что если некоторое время назад власти Саудовской Аравии ориентировались в рамках своих экономических отношений с партнерами и исключительно на западноцентричную финансовую систему, соответственно, была десятилетиями существовавшая договоренность о том, что продажи Саудовской нефти осуществляются за доллары США, то сейчас официальные власти уже также неоднократно высказывались о том, что не видит никакой проблемы в том, чтобы диверсифицировать, в частности, свои валютные отношения, в том, чтобы использовать во взаиморасчетах с партнерами другие валюты, отличные от доллара США. И, соответственно, здесь участие в БРИКС, перспективы возможной присоединения к финансовому институту БРИКС, в частности, к новому банку развития. Они тоже не только рассматриваются властями Саудовской Аравии, но и в значительной степени приоритизируются ими. Спасибо. Спасибо большое. Российское председательство большое внимание уделяет финансовому треку в рамках БРИКС. Михаил Владимирович, вы хоть и не являетесь автором доклада, но этим вопросом активно занимаетесь. Хотелось бы услышать ваше мнение как по докладу. Так и о возможности создания в БРИКС своей системы международных расчетов. Насколько это возможно сделать уже сейчас? Как вам кажется, будут ли какие-то решения приняты на саммите? А если нет, то что этому может помешать? Большое спасибо. Спасибо, во-первых, авторам доклада за такой интересный и дискуссионный, правда, актуальный доклад. Спасибо площадке России сегодня за возможность обсудить. Добрый день, уважаемые коллеги. Сначала несколько общих комментариев. На самом деле ГЧП, государство частное или ЧГП по партнерству и дедоларизации, вещи тесно взаимосвязаны, потому что вы не можете, по большому счету, эффективно осуществлять ГЧП, если вы не используете национальную валюту. То есть у вас не доллар в качестве инструмента взаимодействия, а национальная валюта, то есть дедоларизация. И второй момент. Мы все, кто в этой теме находится давно, помним, что и для нас, и для стран-членов БРИКС тема дедоларизации очень давняя и очень актуальна. Многие годы, то есть и 10, и 20, и 30 лет назад, эта тема все время стоит так или иначе с большей или меньшей остротой на повестке дня. Потому что, опять-таки, мы все хорошо помним, что, в общем, доллар, ну, надо признать, достаточно такая небезупречная валюта, скорее даже токсичная валюта. Сейчас этот термин уже стал, так сказать, в обиходе, потому что все помним события, так сказать, и со странами Арабского Востока, когда они замораживали активы, и с Казахстаном, и с относительно новейшей историей, и совсем давнюю историю, когда Соединенные Штаты при Никсоне в 1971 году в одностороннем порядке заморозили механизмы обмена долларов на золото, что привело к краху Бартенвузской системы и к новой модели расчетов вообще. Ну, это, в общем, мега-мега-кризис, мега-шок и мега-дефолт. Поэтому все это так или иначе помнят, и поэтому стараются все эти вещи немножко диверсифицировать в новейшей истории, тем более, когда сейчас, опять из-за геополитических обстоятельств, в общем, Соединенные Штаты, ну, многих вынуждают об этом более активно думать, и поэтому страны, так сказать, члены БРИКС и, так сказать, другие страны, кто не очень сильно аффилирован или старается менее аффилироваться с ведущими странами Запада, какие-то все-таки модели собственных расчетов и модели собственного функционирования выстраивать. И здесь тоже, так сказать, все мы понимаем, что, на самом деле, тема дедоларизации, это не только, не столько и не в первую очередь связано с какими-то такими агрессивными действиями эмитентов доллара, сколько в том числе она и зависит и от активной национальной экономической политики стран-членов. То есть, чем сильнее и мы все страны-члены увереннее в себе и в наших валютах, тем мы имеем больше оснований нашей валюты использовать уже в наших межстрановых и прочих расчетных отношениях. И здесь целый, конечно, набор может быть для дискуссии, для обсуждения длинная тема для выстраивания таких моделей. Здесь могут быть так или иначе формы усиления роли других валют на национальных рынках, но не ключевых, там доллары, евро, иена, франк швейцарский и так далее, как национальных валют, а для этого, соответственно, нужны соответствующие инструменты поддержки этих сегментов рынка, где в том числе есть такой термин, прошу извинить, технический, маркет-мейкеры, где ведущие банки, ведущие регуляторы помогают на первом этапе, по крайней мере, год-два-три, пока сегмент рынка не заработал, помогать этому рынку, как больной, когда его более интенсивно лечат. А когда он начал ходить сам, его уже, так сказать, следят, но дают ему собственное движение. Так и здесь. Поэтому, когда эти новые сегменты рынка с другими валютами, нетрадиционными, скажем так, валютами, будут формироваться, конечно, нужно максимальное внимание регуляторов и операторов и так далее. Конечно, большим препятствием к формированию использования механизмов расчетов и использования инвестиций в нацвалютах, это страны-члены БРИКС тоже касается, является проблемой волатильности нацвалют. И вот рубль, иногда говорят, что он достаточно устойчив, но, в общем, к сожалению, это не всегда так. И часто рубль входит в ведущую группу рубль. Рубль и страны-члены организации БРИКС достаточно волатильны. И для этого опять есть и необходимо более активно использовать механизмы, которые бы эту волатильность снизили. И на самом-то деле мы все хорошо, коллеги уважаемые, помним, что режим свободного плавания, в частности у рубля, ну и, наверное, у других валют тоже был, в общем, введен там 10-15 лет, условно, назад. И, скорее, это происходило в качественно иных экономических и геополитических обстоятельствах. И сейчас, когда обстоятельства принципиально поменялись, ну почему бы нам вновь не вернуться к этому вопросу и сказать, ребята, вообще-то картина мира стала вокруг другой, может, пора пересмотреть, это касается и нас, и стран-организации, пересмотреть режим функционирования валютного курса. Тем более, что, да, все мы объявляем, и России в том числе, о свободном плавании, но та же Япония, например, она тоже объявляет о свободном плавании, но при этом, когда ей, современная Япония сейчас, когда ей нужно, она активно интервинирует регуляторы Японии на своем валютном рынке, помогая японской иене, так сказать, достигнуть того уровня курса, который ей, японской иене, регуляторам необходим. Точно так же, так сказать, и говоря, БИС есть такая уважаемая международная банка международных расчетов, в которую входят центральные банки всех стран-членов организации, вынужден был констатировать, что валютные интервенции, то есть вмешательство в курсовое, является эффективным инструментом обеспечения экономической политики. В сообщении из недавних материалов БИС это написал, потому что это объективные вещи, значит, правила игры меняются, и, соответственно, меняются и подходы. Мы не можем до сих пор оперировать и руководствовать теми правилами, которые были приняты 20 лет назад. Ну и совсем последнее, наверное, оно немножечко с другого края подходит к проблеме тоже ГЧП, когда ГЧП, это, в общем, вы правильно, очень четко дали определение, что и как это может явление быть определено, но здесь ведь есть еще и совсем такой качественно иной взгляд на проблему. Это не просто кто и как, в каких мерах, в каких долях участвует в совместных инвестициях, кредитовании, развитии проектов, но и в более системном плане, как это все взаимодействует между бизнесом и регуляторами, в том, что имеется в виду, вот как последние многие годы, в том числе, ну ведущие страны давно, хотя они это, может быть, не очень афишируют, хотя это, ну, посмотрев на статистику и балансы, все это видно, а последние годы все больше и большее количество стран, когда национальный бизнес и национальные регуляторы, по сути, совместно участвуют в не только инвестициях, но и формировании эмиссии национальной валюты и формировании вообще денежной ликвидности у себя, когда национальные коммерческие банки активно покупают для своих органов регулирования по их заданию или просто как рыночный механизм свои госбумаги, финансируя тем самым, так сказать, свою финансовую систему, свои, так сказать, бюджетные задачи. И, по сути, центральный банк, национальный в каждой из стран, им в этом активно помогает. И мы знаем, что там и США, и Япония это делают уже 30 лет, а уже все больше и другие страны с неконвертируемыми валютами. В Польше, интересный сюжет, на всем рынке долговых инструментов в Польше, до 70-80% роль центрального банка такова, что вот 70% всего долгового рынка Польши выкуплено центральным банком Польши и находится на балансе ЦБ Польши. Это значит, что вот вам роль регулятора как главного участника этого процесса. А это, естественно, означает, все, где долларизация происходит, где, так сказать, уже там не доллар является главным, а национальные валюты и более длинные деньги происходят, формируются, потому что длина бумаг доходит до 30-40 лет и формируется национальная основа финансовой системы. Так что это, в принципе, иная модель, но тут это уже длинная тема, процесс долгосрочный, но будем надеяться, что и мы, и наши, так сказать, партнеры по БРИКС ставят вопрос на повестку дня, это уже означает, что они готовы эту тему обсуждать и думать, какие решения из нее могут быть сформулированы. Спасибо. Ну и о системе международных расчетов в БРИКС. Система международных расчетов, значит, здесь, как сказать, будем надеяться, что что-то будет положительнее для всех нас принято, правда, имея в виду с оговорками, что все-таки странные члены, они, каждый так или иначе, наверное, опасается вторичных санкций, они, в общем, достаточно, в общем, ну, американо-центрично, наверное, я так думаю, и поэтому степень свободы их действий, она достаточно ограничена, наверное, я так думаю, поэтому здесь, в общем, это скорее даже вопрос не только технологический, так сказать, там, свифт, не свифт и так далее, сколько даже, наверное, и даже не столько экономический в целом, сколько, наверное, политический. Будем надеяться, что здесь как-то все-таки вот какая-то ситуация вокруг, она все более и более будет таковой, что нас всех туда, в эту новую модель будет потихонечку неизбежность ее будет туда, нас всех будет туда продвигать, но я думаю, что пока еще этот вопрос будет, к сожалению, наверное, сталкиваться с большим количеством таких технических и прочих вот обстоятельств, которые быстро эту систему сейчас, наверное, ввести и эффективно запустить, наверное, будет сложным. Спасибо. Ирина Зотовна, а Вы как считаете, оптимизм у нас есть, что эта система заработает? Всегда мы оптимисты, без этого невозможно ни один вопрос решить, но я немножко более прогрессивно смотрю на эту тему. Мне так представляется, что есть способы решения этой проблемы, и в том числе связанные с возможностью создания глобальных специализированных финансовых институтов, которые работают в рамках БРИКС и стран-партнеров, которые используют валюты БРИКС и стран-партнеров на базе общей системы расчетов, клиринга и прочих всяких действий, которые не выходят за рамки взаимодействия стран. И опыт такой есть в бывшем Советском Союзе. Отмечу, что в 1963 году был создан Международный банк экономического сотрудничества, который впустил в активное использование переводной рубль. И эта денежная расчетная единица была полезна для всех стран СЭФ. И банки стран СЭФ обменивали эту денежную единицу на свои национальные, не выходили за рамки, связанные с использованием доллара или каких-либо других денежных единиц, токсичных, как мы системы. Он, в принципе, конечно, зависит от политической воли и некоторых экономических особенностей деятельности стран. Но есть определенные алгоритмы решения этой проблемы, которые предполагают наличие общих правил, как я уже сегодня упоминала, как для поставщиков услуг, так и их потребителей, правил, связанных с совместимостью платформ, технологических различных особенностей, мониторинга, контроля деятельности. Поэтому по этому пути можно идти и достичь весьма ощутимых полезных результатов, используя уже имеющийся опыт. Спасибо. Это речь идет о цифровых национальных валютах, правильно я понимаю? В данном случае речь идет о расширении использования национальных валют в системе обеспечения экономического сотрудничества стран-членов. Потому что вопрос формирования единой цифровой валюты – это правильная перспектива, но к ней надо подойти. Потому что, скорее всего, это вопрос, связанный с проработкой дальнейшего развития цифровых валют центральных банков наших стран и стран-партнеров. это комплексная проблема. Никакую невозможно решить, если просто, скажем, что-то предлагаешь, вот вам цифровая валюта, используйте ее. Вот такая вот программа. Ведь эта валюта, она обеспечивает экономическое и финансовое сотрудничество во всех сферах. И поэтому регламентации, способы использования этой валюты должны пройти через рынки, через инструменты участников. Организационные вопросы, связанные с администрированием этого процесса – это путь, который предстоит пройти с точки зрения необходимости достижения консенсуса. Потому что в наших странах мы с удовольствием отмечаем, что без внимательного отношения к предложениям каждой страны и достижения консенсуса невозможно ничего сделать. Но благо, что у нас созидательная основа и задачи наши совпадают. Поэтому всегда возможные способы решения проблем мы находим. И будем надеяться, что и в дальнейшем это тоже будет в этом же плане развиваться. Спасибо. В интересах наших стран. Вы хотите про цифровое, да? Вопрос, хотя оказалось, но консенсус – это принципальный момент. Поэтому консенсус является вот в этих всех новоформировающихся механизмах ключевым элементом. Еще вот мы, наверное, немножко ушли от определения вот этого частного государства или государства частного партнерства. Речь не идет о переводе активов, а речь идет о взаимодействии государства и частных институтов в рамках решения важных экономических задач. Когда государство не переводит активы, создает благоприятные условия, в том числе в рамках реализации фискальной политики, создает и формирует приоритеты, которые способствуют решению задачи. Вот хотелось бы отметить положительную роль Банка России в этой связи. С точки зрения расширения использования национальных валют, Банк России в течение этого года не только обеспечил реализацию мер, которые необходимы для защиты финансовой системы, банковской системы страны от влияния токсичных валют, но и создал условия для расширения использования национальных валют. Это и вопросы, связанные с обеспечением уровня риска, управления риском использования этих валют, это и депозитная политика, это политика формирования капитала, банка и много других вопросов, которые взаимосвязаны. И вот роль, которую сыграл Центральный банк и Министерство финансов подготовки отчета и предложений для стран по вопросам совершенствования валютно-финансовой системы, они именно носят комплексный и очень полезный характер. Спасибо. Андрей Владимирович, что-то дополните или по вопросам? Ну, я, наверное, немножко дополню, да, склоняюсь скорее к позиции где-то посередине между двумя другими спикерами уважаемыми. Я бы не сказал, что государство БРИКС, по крайней мере, в большинстве своем, американо-центрично. Тут, наверное, более комплексная проблема. То есть, если мы говорим о, как мы в самом начале упомянули, о частном государственном партнерстве, мы не можем рассматривать его в отрыве от более широкой темы в целом сотрудничества БРИКС в финансовой сфере. Точно так же вопросы финансового сотрудничества, вопросы дедоларизации, вопросы создания платежной системы единой нельзя рассматривать в отрыве от в целом всей повестки БРИКС. То есть, о чем, что я имею в виду. Если посмотреть на тенденции последние, вот именно в рамках объединения, то страны у нас на очень разных этапах в том, что касается создания основ каких-то возможностей для интеграции платежных систем, собственно, развития их национальных платежных систем и вопросов более активного использования их национальных валют. Если, например, у России в силу сложившихся в последние два года условий уже более 80% торговли с основными партнерами, это страны ЕС, осуществляется в национальных валютах, преимущественно с использованием российского рубля. То, например, на другом полюсе у нас Эфиопия, проблема которой в том, что касается финансового сотрудничества, ориентированного на БРИКС, не в том, что страна американоцентрична, а в том, что у них колоссальные экономические проблемы. Два года, как закончился гражданский конфликт вооруженный, накапливается внешний долг, очень высокая инфляция и так далее. В этих условиях страна очень сильно зависит от внешнего финансирования, в том числе там и программы МВФ действуют, Всемирного банка и так далее. То есть они просто в силу сложившейся реальности очень сильно зависимы от существующей системы. И здесь вопрос интеграции страны в сотрудничество в рамках БРИКС скорее не в том, чтобы политические взгляды ее руководства изменить с американоцентричных на, скажем, БРИКСоцентричные, а в том, чтобы за счет сотрудничества в самых разных сферах, начиная от продовольственной безопасности и заканчивая развитием систем социальной защиты, помочь преодолеть вот эти кризисные явления в экономике, тогда уже естественным образом страна будет заинтересована в том, чтобы в том числе и в рамках БРИКС сотрудничать. Еще одна проблема. В Иссёбе же сама вступила в БРИКС. Естественно, и в том числе исходя из вот этих интересов, потому что здесь очень важный момент, что если мы говорим о всех направлениях сотрудничества в БРИКС, в первую очередь в финансовой сфере, то задача официально не ставится по созданию некой системы, которая бы заменила существующую, то есть все механизмы, будь то предлагаемая интеграция платежных систем, будь то тот же самый новый банк развития. Это не замена, а скорее дополнение к существующим структурам, системам, институтам, которые бы с одной стороны дало возможность выбора, с другой стороны дало возможность, если мы говорим о реализации инфраструктурных проектов, дополнительного финансирования. Потому что для таких стран, как та же самая Эфиопия, финансирования никогда не будет много. То есть если у них есть возможность занять у всемирного банка, это не значит, что они не будут заинтересованы в том, чтобы иметь какие-то проекты, которые бы новый банк развития финансировал. Ну еще одна последняя проблема. Очень коротко, потому что у нас осталось всего 4 минуты. Очень коротко, да. Это, опять же, говоря о некоем дисбалансе внутри БРИКС, это доминирование китайской валюты, китайского юаня. Опять же, это объективная ситуация, условия для интернационализации юаня, те действия, которые правительство КНР в этой связи принимает. Ну и результат пока такой, что если, опять же, посмотреть на новый банк развития, там есть официально зафиксированная задача расширения использования нацвалют. При этом, если память не изменяет, на 2023 год 20 с небольшим процентов операций осуществлялось в нацвалютах, остальное в долларах США. И из этих 23 процентов 80 процентов – это китайский юань, оставшиеся 20 – это южноафриканский рент. То есть очевидно, что еще большой путь предстоит пройти в том, чтобы создать условия для того, чтобы, вот говоря о расширении использования национальных валют, мы действительно говорили о таком равноправном, равнозначном для всех стран процессе, чтобы это было не только юань, но и рупия, и рубль, и в том числе валюты, вновь присоединяющиеся страны. Спасибо. Коллеги, вопросы есть к нашим гостям? Если вопросов нет, тогда, наверное, короткий вопрос от меня. На те вопросы, которые мы получили через сайт, мы уже, по сути, ответили в выступлениях коллег. Ваши ожидания от предстоящего саммита Абрикс? Коротко, Михаил Владимирович. Ну, будем надеяться, что они, скорее, положительные. А что дальше будет, будущее покажет. Ирина Зотовна, пожалуйста. Спасибо. Дело в том, что мы действительно находимся в плоскости не разработки теоретических концепций, а практических действий. И представляется, что этот саммит, он принесет свои результаты с точки зрения согласованных перспектив, связанных с развитием экономики наших стран. стран-партнеров. И обеспечит возможность совершенствования валютно-финансовой системы. Спасибо. Глобальной валютно-финансовой системы. Спасибо. Андрей Владимирович. Ну, если посмотреть на предыдущие саммиты, которые в России проходили, то все сходятся в оценках, что это были одни из наиболее успешных саммитов. Это и первый саммит в Екатеринбурге, это и Уфа 2015 года, и саммит 2020 года. И нет сомнения, что и нынешний саммит будет успешным. И здесь хочется Ирину Зотовну поддержать. Согласен абсолютно с тем, что БРИКС довольно часто и справедливо критикуют за внимание к декларациям, к декларативным заявлениям и недостаточное внимания к практическим действиям. Хочется верить, что проблемы, которые, несомненно, здесь существуют, очень многогранные, в том числе связанные с приглашением вот этой новой пятерки, они будут трансформированы в преимущество, и на саммите будут приняты важные решения, которые действительно будут лежать в практической плоскости и позволят на этом долгом пути сделать существенный шаг к достижению общих целей, которые перед нашими странами стоят. Спасибо, уважаемые эксперты. Спасибо за представленный доклад. Спасибо за ваши прогнозы. Будем внимательно следить за тем, что будет происходить в Казани 22-24 октября. И будем рады видеть вас вновь на нашей площадке. Всего доброго, до свидания и до новых встреч. Спасибо. 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 Продолжение следует...